В конце 80-х город разделился на два лагеря. Одни требовали восстановить историческую справедливость и вернуть Самару самарцам, а другие их затею называли не иначе, как антисоветской. Сейчас страсти поутихли, а жители другого названия и не представляют. Мне Самара нравится больше. Ну как-то она более краткая, лаконичная, звучит приятнее. Мне, потому что более привычная, как там уже родилась семья в Самаре. Ну красивое название, историческое, соответствует нашему городу. С инициативой переименовать Куйбышев в Самару выступил историк Петр Кобытов. Его единомышленниками стали журналисты, библиографы, врачи больше 80 тысяч горожан. Но партийное руководство идею приняло в штыки. Что Куйбышевцы хотят? Вернуть название городу, а завтра они захотят вернуть царя. То есть вот этот негатив, он шел, по сути дела, по всей вертикали, начиная от районных партийных организаций и кончая даже российскими центральными культурными учреждениями. Имя революционера Валериана Куйбышева в стране носило в то время 40 населенных пунктов. Да и поныне в Самаре есть Куйбышевская площадь, улица и даже район. Отстоять свое историческое право на имя самарцам удалось. Десятки тысяч людей участвовали в этом движении, в этой борьбе за возвращение Самары. Причем и на предприятиях, и в учреждениях, и на улицах. Для общественников, которые начали эту борьбу, дата 25 января стала еще одним праздником. Сегодня в Доме кино его отметили премьером фильма «Возвращение Самары». 25 января город не только вернул свое историческое название. В разные года именно в этот день принимали знаковые для Самары решения. Так в 1935 городской совет постановил начать строительство набережной реки Волга. А 25 января 1912 года стало точкой отсчета истории электротранспорта в Самаре. Тогда городские власти решили построить первый муниципальный трамвай, который сейчас стал музейным экспонатом. Валерия Макарова, Максим Гуся, События.